Приветствую! Мяч улетел в пропасть, а мы вдруг вспомнили, что зима близко. Стартовал новый сезон фигурного катания. В Москве прошли контрольные прокаты членов сборной России. К сожалению, не обошлось без неприятных сюрпризов с контрольных прокатов. За несколько дней и уже по их ходу снялись сразу несколько спортсменов. Большинство из них из-за проблем со здоровьем, однако были исключения. Такие как, например, Алина Загитова, которая решила сконцентрироваться на чем-то другом. Мне на смену приходит новое поколение. Теперь она будет ведущей Ледникового периода на К сожалению, снялась с произвольной программы Алену Косторная, но по той лишь причине, что этой самой произвольной программы у нее пока просто нет. Ну, тогда мне уже там и тренер помогал, то есть у меня и хлыст был, и все было, но не пошло. Пользуя случаем, хотелось бы обратиться к президенту федерации Александру Георгиевичу Горшкову, которая почему-то рассердила и разозлила сравнение контрольных прокатов с концертами. Александр Георгиевич, сравнение как раз самое актуальное. Представьте, что вы приобретаете билет на какой-то концерт-солянку, на котором выступают ваши любимые, ну, скажем, Лещенко, Кадышева, а потом выясняется, что они просто не выступят, а Григорий Лепс споет только рюмку лодки. Как вам такой расклад? А после этого вам организаторы, скажем, золотого граммофона объяснят, ну, что, ну, не получилось, извините. Вас устроят такие объяснения? Вот и поклонников Загидовой, Алиева, Синицына и с Кацалаповым не устроило, что они покупали билеты на своих любимчиков, а их в итоге не было. А вы после этого им объясняете, что прокаты вообще могли быть закрытыми и, грубо говоря, сидите молча на трибунах Мегаспорта со своими билетами за 3,5 тысячи рублей. Ну да ладно, не будем грустным, лучше поговорим о тех, кто делает фигурное катание спортом номер два в России, ну, после футбола, конечно, от Уктамашевой, Трусовой, Косторной и других прекрасных представительств человечества. Составим некий хит-парад выступлений на контрольных прокатах. Начнем, пожалуй, с Камилы Валиевой. Ставка Хрустального на эту 14-летнюю фигуристку после решения Загидовой пока не возвращаться, а Косторной и Трусовой и вовсе уйти абсолютно обоснованно. И в короткой, и в произвольной программах Валиева показала, что уже сейчас готова соревноваться с лучшими спортсменками России. Ни о каком юниорском катании речи даже не идет. За лето Камила не только подросла, но и благодаря новым образом стала выглядеть на льду гораздо взрослее. Ее растяжка, пожалуй, лучшая среди всех сборниц, благодаря чему вращения приобретают просто какой-то небывалый магнетизм. Да, в произвольной программе Камила упала с четверного тулупа, но это как раз пример того, над чем еще можно поработать. И здорово, что мы увидим Камилу сразу на двух этапах кубка России. Анна Щербакова. Та самая Ща из развалившегося трио Т-Ща-К. Последняя А из трипл-Эй. Единственная, кто остался с Этерио-Тутберидзе. Теперь у Анны и у Камилы Валиевой будет гораздо больше внимания, со стороны тренерского штаба, потому что раньше его приходилось делить на четверых, а теперь оно будет доставаться только двум. Лиричные программы – это именно то, в каких образах хочется видеть Анну. Она в них просто идеальна. Да, в произвольной программе Анна упала с четверного лутца, но в остальном все было просто прелестно, назовем это так. И уже в ближайшую пятницу мы ее увидим на первом этапе Кубка России в Сызране. И складывается ощущение, что у нее не будет там соперниц. И именно в эту пятницу мы увидим первую победу двукратной чемпионки России в новом сезоне. Если вывести за скобки дебют Валиевой в очных противостояниях со взрослыми спортсменками, то именно выступление Александры Трусовой можно назвать главным итогом этих контрольных прокатов. Потому что для всех стало очевидно – Александра сделала шаг вперед. От Евгения Плющенко она получила именно то, чего так давно хотела – какую-то лиричную композицию, которую она может показать в новые краски. Хотя мы все прекрасно помним, какие слова неслись в ее адрес, когда она решила расстаться с Этери Тутберидзе, и как ей предрекали буквально мгновенный провал в Академии нового тренера, который вроде как и не тренер, а просто менеджер. Ну да, я считаю, что все я делаю правильно, и считаю, что к разным тренерам переходить нормально и брать от них все самое лучшее. Она по-прежнему королева кладов. Единственная, которая в произвольной программе исполнила три четверных прыжка. Да, упала с четверного лутца, но с кем не бывает. Эту проблему тренерскому штабу новому еще придется решить. Не знаем, не играл ли на камеру Евгений Плющенко, но когда Александра уходила со льда, тот максимально ее подбадривал, говорил ничего-ничего. В общем, выглядел абсолютно не таким, какой мы привыкли видеть Этери Георгиевна Тутберидзе. Возможно, именно из-за желания не чувствовать себя постоянно в чем-то виноватыми, Трусова и Косторная и решили расстаться с Этери Георгиевной. От того, что у тебя медаль... Да ты как только сошел с подиума, все. Ты никто и ты должен доказать обратное на следующем старте. Пока ты не докажешь обратное, ты опять никто. Алена Косторная, к сожалению, произвольную программу пропустила. Как рассказал Евгений Плющенко, произвольную программу сейчас по Zoom ставит звездная Шеллинг Бун. А как мы узнали от Алены Косторной, решение уйти из Хрустального она приняла 17 июля. А кататься в новой школе она стала только в конце июля. Полтора месяца на постановку двух программ – слишком короткий срок. Торопиться не имеет смысла, особенно когда у тебя еще и проблемы со спиной. Поэтому в Мегаспорте Алена показала нам короткую программу и расставила все точки над «и» в ее расставании с Этери Георгиевной. Там просто были проблемы с взаимоотношением, было непонимание, потеря на боку, коннект. Работа сейчас у Косторной – непочатый край. Надо не только новое учить, а еще и восстанавливать тройной актель, которого мы в Мегаспорте, к сожалению, не увидели. Но первый официальный старт у Косторной только 8 ноября, а значит, у нее еще есть время. Елизавета Туктамышева стала единственной, кто на контрольных прокатах показал весь образ целиком. Не только новые программы, но и новые платья. Да, второе было в чем-то похожим на то, что мы увидели на Камиле Валиевой, на Ане Щербаковой. Но этот гигантский иероглиф на спине Лизы – это было действительно мощным. К сожалению, мы не увидели от Лизы ни одного тройного акселя, к которым так привыкли. Она попыталась прыгнуть один в произвольной программе, упала с него и потом больше решила не рисковать. Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова считает, что Лизе нужно сбросить пару килограммов. Но если вы исполняете, ну почему вы не можете на Олимпиаду? Ну почему Плющенко 49 лет едет, а вы нет? Не отвечайте на вопрос, не надо все. Я замерла! Может быть подумать? Надо думать. Возможно, девушка может так говорить друг про друга. Мы эту тему оставим в стороне. Пока же можно сделать вывод, что еще есть над чем поработать тренерскому штабу. Но во все предыдущие годы Алексей Николаевич Мишин показывал, что они совместно с Лизой умеют преодолевать проблемы. Софья Самодурова, еще одна ученица Алексея Николаевича Мишина, к сожалению, снялась в произвольной программе. Как мы все знаем, из-за проблем со здоровьем. Она вообще могла не выступить и в короткой программе, потому что каталась с температурой. Поэтому надо отдать должное Соне. Без чемпионки Европы 2019 года было бы совсем грустно. Да, ей пока, как и Лизе, есть над чем поработать. Мы все прекрасно понимаем, что добиваться результата на соревнованиях можно только с тройным акселем или четверными прыжками. У Сони этого, к сожалению, пока нет. Сейчас, как мы увидели в короткой программе, Соня перезагрузилась и даже стала как-то по-спортивному злеем. Но по-прежнему, повторимся, у нее нет элементов ультра-синь. Как их нет и у Евгении Медведевой. Пожалуй, ее произвольная программа – это главное разочарование контрольных прокатов. Слетела абсолютно вся хореографическая дорожка, которая, в принципе, была гвоздем всей программы. То есть на данный момент я не переживаю за прыжки, потому что на короткую я вчера откатала нормально. Произвольно я не успела подготовить по ряду причин, но все равно я решила выходить с целиком прокатом. Где-то я выпустила пару элементов. Это же просто-напросто физическую форму нужно поднабрать. Может, поэтому не хочет возвращаться и Алина Загитова, чтобы не испытывать этого чувства неловкости? Потому что у Евгении буквально все валилось из рук. У нее получился минимум из того, что она планировала. Да, это вкусовщина и в какой-то степени субъективность, но из ее произвольной программы, вот из этих трех частей музыкальных, лично мне понравилась только вторая. Вся программа выглядит какой-то сырой. Может быть, поэтому и сложилось такое впечатление. А ведь этап Кубка России уже в пятницу. И если в Анне Щербаковой мы уверены, то, к сожалению, о Евгении Медведеву того же сказать пока не можем. Возможно, ей придется упростить программу, чтобы выполнить все запланированные элементы. Под конец хочется напомнить самому себе и другим поклонникам фигурного катания, что, наверное, именно сейчас не стоит всех оценивать по максимуму. Вспомните, в какое время мы живем. Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. Даже профессионалам и чемпионам нужна постоянная практика. Без нее, как мы видим, они не могут исполнять элементы, которые ранее делали с закрытыми глазами. Если не будет второй волны коронавируса, то в декабре мы уже увидим полностью отточенные программы, все элементы и прыжки. Пока же нам просто стоит порадоваться тому, что мы можем говорить и обсуждать фигурное катание. Так что не прощаемся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!